Городские встречи 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 Предвыборная кампания через букву А, она всегда, как говорится, временное явление. Почему? Потому что, я действительно так рассматриваю, это, с одной стороны, действительно серьезное очень дело. Это, ну, как бы я так сказала, пошаговое подтверждение своих убеждений, связь с народом уже ближе. Почему? Потому что в течение, конечно, политической борьбы между всеми политическими мероприятиями мы встречаемся. Но здесь уже непосредственно в рамках самой кампании это, конечно, непосредственно рассказать то, что ты уже наработал, то, что ты собираешься делать. То есть это, в общем-то, непросто. Но, с другой стороны, эта кампания отличалась, пожалуй, стабильностью. Несмотря на то, что у нас было пятеро, и все вот мужчины, с которыми я ходила на эти выборы, все они имели свои убеждения, вот между нами не было каких-то конфронтаций. Мне понравилось то, что эти выборы были в рамках закона. Это первое. Второе. Ну, для себя лично и для людей, которые со мной работали вместе, вы знаете, ну, наверное, то, что 28 дней в эфире, 28 дней – это предвыборная агитация, с людьми выезды в область очередной раз. Я, правда, в область по работе очень много езжу, но здесь уже в качестве кандидата и люди на тебя другими глазами, естественно, смотри, даже те, которые тебя очень хорошо знают. Вот. Вы знаете, я получила, вот честно вам говорю, такое какое-то даже человеческое удовольствие от того, что очередной раз я приняла участие в серьезном деле, и многое то, что я озвучивала, что я предлагала решить, я думаю, что это все пойдет на развитие области. При этом присутствовал на тот момент в РИО губернатор, и сейчас это будет губернатор. Он это слушал. У нас есть программы. Программа наша называлась «Рязанская земля. Наш дом». Программа серьезная, на 12 листах. Она такая системная. Многое, я думаю, из того, что я озвучивала, то, что я предлагала, я думаю, в дело пойдет, и это будет реализовано. Для вас это уже не первые губернаторские выборы. В прошлый раз ряд ваших предложений нашли поддержку тогда уже Олега Ковалева, который стал все-таки губернатором. Расскажите, чем тогда запомнилось, почему ваши идеи все-таки взяли на вооружение? Ну, вы знаете, я думаю, что когда идеи сами по себе на развитие региона действуют, то есть в данном случае, если они действительно реальные, потому что многое из того, что звучит в предвыборной кампании, ну, греха таить нечего, бывает это просто популистские предложения. То есть то, что нельзя или в рамках федерального законодательства выполнить, или, может быть, просто, знаете, ну, для красного словца, потому что, ну, есть такой момент, особенно, когда идут люди не очень, так скажем, раскрученные с точки зрения политики, вот, пытаются предлагать то, чего, в общем-то, осуществить нельзя. Вот почему, наверное, в 2012 году, когда я ходила на выборы с Олегом Ивановичем Ковалевым, многое из того, что мы предложили, у нас тогда называлась программа по-другому, у нас называлась каждый день одна победа, вот именно то, что каждый день можно какие-то проблемы решать, и эти проблемы тогда в общей сложности помогут Единой системе развития региона. Было очень много использовано из того, что мы предлагали, именно вот с точки зрения того, что это все реально, это не требует огромных затрат. В этот раз мы продолжили нашу тему, и я выступала с точки зрения системности. И вы знаете, вот я вам так скажу, я еще не видела полностью то, что представляет из себя структура правительства, но многое из того, что я говорила, я вижу, что совпадает с тем, что я, в частности, говорила. Даже вот по составу министерств, в частности, у меня были такие высказывания. Я говорила в прямом эфире, и то, что я говорила, это действительно продумано, не для того, чтобы, ну, для кого-то в чем-то удивить, потому что, ну, кого можно удивить. Вы знаете, вообще к людям отношусь очень серьезно, и я думаю, что люди, несмотря на свое образование, несмотря на свой политический опыт, имеющийся или не имеющийся, кстати, есть такое понятие, я вне политики, но вне политики людей не бывает, мы все живем в политике, это просто наша жизнь. Поэтому, когда люди слушают нас, они же тоже очень умные и понимающие жизнь прожившие или не прожившие, тем не менее, молодые ребята, у них взгляд другой, поэтому там обманывать-то некого. И я думаю, что в этот раз тоже будет так же. Наверное, многое из того, что я в свое время озвучивала от имени нашей партии, от своих коллег по партии, я думаю, что в этот раз, я думаю, так же будет. Вы уже сказали про министерство, это нововведение, которое буквально на днях нас коснулось. В целом, Николай Любимов уже полгода исполнял обязанности губернатора Рязанской области. Как вы рассматриваете его курс? Действительно ли это то, что будет полезно для региона? Ну, вы знаете, курс всегда у нас идет в рамках российского законодательства, то есть у нас курс страны определен. Единственное, что бы я хотела здесь подчеркнуть, что у каждого региона, а, к сожалению, до сих пор наш регион является дотационным, это очень непростая ситуация, кто это, если не обращает на это внимание, то мы во многом зависим от того, поможет ли нам государство федеральный уровень, потому что пока у нас нет такой возможности самим себя обслуживать, я имею в виду в качестве финансовой поддержки. Тот курс, который Николай Викторович выбрал, он, во-первых, с нами работал со всеми, у нас полностью правительство работало, которое было с Олегом Ивановичем Ковалевым, собрано в свое время в единую команду. На сегодняшний день я даже не знаю точно весь состав, но знаю, что многие из тех, кто работал в прошлом правительстве, и будут работать и в дальнейшем. Есть очень интересные, уже заложенные вперед проекты, то есть есть не просто замысл, а уже начало реализации многих проектов, и то, что Николай Викторович выбрал такой курс, который продлевает хорошие, добрые, серьезные и проекты реально осуществимые, я думаю, что и то, что он озвучивал, а он тоже озвучивал, мы рядом сидели, и я все это внимательно очень слушала, я думаю, что курс будет очень даже правильным с точки зрения развития и с точки зрения того, что в любом случае человек пришел с другим видением, он пришел из другого региона, с другого уровня, с федерального. Я думаю, что тот опыт, который он имеет, он будет применять, и это будет только всем на пользу. Но сейчас уже выборы остались позади, вы успели выспаться, набраться сил новых. Ну, насчет выспаться я бы еще не сказала. Какие планы у вас на будущее? Ну, на будущее какие планы? Официально уже теперь закончились выборы. Я останусь на своем рабочем месте, я буду начальником главного архивного управления. У нас очень много впереди планов, у нас очень много проектов. Многие проекты мы уже реализовываем. Есть один глобальный, которым мы с Николаем Викторовичем еще, будучи в РИО, договаривались, будем пробовать реализовывать. Это идет разговор об оцифровке, который очень серьезно требуется для нашего архивного фонда всего Рязанской области. Ну, и есть еще очень ряд много серьезных дел, которые мы бы делали все вместе в этой отрасли. Поэтому есть куда развиваться. Вот понимание полное того, что делать. Я думаю, что все будет действительно так, как мы намечали еще до выборов. Приоткроете завесу тайны, назовете какие-то проекты, которые реализовываются? Ну, здесь никакой тайны нет, я уже об этом говорила. Действительно, мы хотим сделать большой оцифровочный центр, он требует больших затрат. Но при этом наш проект рассчитан таким образом, что если мы закупим оборудование, а покупку оборудования мы планируем на три года, то есть оно дорогое, дорогостоящее. И я думаю, что мы сейчас вот в 2018 году, в 2019 и в 2020 постепенно есть сейчас оборудование, которое не просто цифрует, но и при этом делает очень серьезное на будущее, на вечное хранение серверное обслуживание и так далее, и так далее. При этом у нас есть такой, я бы сказала, серьезный момент. Мы не будем просить денег на обслуживание этого центра. То есть в рамках своих внутренних ресурсов, я имею в виду государственного архива, который мы перевели из казенного на бюджетное, мы сможем осуществить работу этого центра. Кроме того, что это будет работать на оцифровку архивных документов, платная сторона мы можем цифровать для тех, кому это необходимо, в Рязанской области окупать оборудование. А самое главное, мы будем еще делать так называемый страховой фонд. Страховой фонд по законодательству должен быть в любом регионе. На сегодняшний день страховой фонд на архивные документы и на те документы, которые должны существовать на уровне региона, они тоже у нас в недостаточном количестве оцифрованы. Я так аккуратно скажу. Поэтому если мы сделаем страховой фонд и центр создания страхового фонда, вы знаете, это очень великое дело. Это вот, пожалуй, одно из серьезных. Ну и второй проект, который есть. У нас очень серьезная программа. Я вам рассказывала уже, мы оформили лицензию, единственные в России имеем лицензию на повышение квалификации специалистов по делопроизводству и архивному делу. Это мы делаем бесплатно. Поэтому мы будем продолжать эту работу. И на сегодняшний день, я думаю, что начнем мы, наверное, с наших новых министров. Почему? Потому что министров мы еще в системе не обучали. Тогда они получат обучение у нас, получат удостоверение особого образца. Это вот два таких глобальных проекта, которые буквально готовы уже к реализации. И третий момент, ну это вот для себя уже и для отрасли в целом. Следующее воскресенье я согласовала поездку, я еду на Совет архивистов России в Екатеринбург, где соберутся все архивисты России. Все очень волнуются, звонят, ты как? Я остаюсь, я приеду. Так что я еду встречаться с коллегами. Ну и, естественно, всегда оттуда привожу тоже много различных идей, которые кто-то реализовал. Или наоборот, у кого-то неудачно на их опыте. Мы тоже, как говорят, соломки под стелем там, где не стоит реализовывать. Я думаю, что впереди у нас очень действительно серьезная и интересная работа. И она в том варианте, который сейчас рассматривается, будет очень тесно связана и с муниципальными районами, и с городом Рязани, естественно. Это тоже муниципальный, но у нас это центр действительно областной отличается. У них тоже есть там вопросы. Сейчас, если будет смена, тоже будем решать вопрос. У них тоже с архивной отраслью есть вопрос, что решить. Я думаю, что впереди у нас очень много серьезных глобальных и неглобальных проблем, которые мы решим. Это я даже не сомневаюсь. Отлично. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Удачной вам поездки. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была политика Александра Перехватова. До новых встреч.